Бойцам Азова оказывают медицинскую помощь под охраной. Красный крест регистрирует военнопленных, в то время как на востоке Украины продолжаются бои. Россия дала понять, что не разблокируют морские порты Украины без снятия санкций. США обвиняют Москву в использовании продовольствия в качестве оружия. Компания Boeing в третий раз запускает космический корабль Starliner. Две предыдущие попытки пристыковаться к МКС оказались неудачными. Всемирно известный греческий композитор Ван Герис Папатанасиус скончался во Франции в возрасте 79 лет. Тяжело раненым бойцам Азова, вывезенным из Мариуполя в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику, оказывают медицинскую помощь под усиленной охраной. Эти кадры накануне были показаны российским телевидением. Красный крест начал регистрацию солдат в качестве военнопленных. Чтобы обеспечить гуманное обращение с ними в соответствии с Женевскими конвенциями. Согласно Минобороны России, в плен 16 мая сдались 1730 украинских военных. Раненые проходят лечение в больницах Новоазовска и Донецка. Остальных заключили под стражу на территории самопровозглашенной ДНР, а также в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону. После падения Азов-Стали и полного взятия под контроль Мариуполя, войска ДНР и России продолжают наступление на Востоке. В результате попадания снарядов серьезно пострадало зернохранилище в городе Орехов, к юго-востоку от Запорожья. В этом секторе идут интенсивные бои. Цель российских войск здесь укрепить контроль над коридором, соединяющим Донбасс с Крымским полуостровом. В Минобороны Украины заявляют, что по многим признакам Россия готовится к продолжительной военной операции. Эксперты считают, что война переходит в затяжную фазу. Одновременно в Харькове обстрелу подверглась водонагревательная станция, обслуживающая в том числе близлежащую больницу. Сообщений о жертвах и раненых не поступало. Тем не менее, сам Харьков готовится вернуться к некому подобию нормальной жизни после того, как украинская армия оттеснила российские войска к границе. На следующей неделе, спустя три месяца, во втором городе страны вновь заработает метро, ставшее укрытием для десятков людей. Санкции против Москвы мешают свободной торговле и могут вызвать продовольственный кризис. Поэтому для решения проблемы следует рассмотреть возможность их снятия. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко в ответ на призыв директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли к Владимиру Путину открыть морские порты Украины для вывоза зерна, миллионы тонн которого блокированы там из-за войны. Цифры выросли с 80 миллионов до 135 еще до ковида. Затем из-за ковида от 135 до 276 миллионов человек, которым угрожает голодная смерть. И это число из-за украинского кризиса вырастет как минимум до 323 миллионов. На самом деле неспособность открыть эти порты в Одесской области будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, и это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции по всему миру. В Москве утверждают, что суда с зерном блокирует не Россия, а Украина, которая заминировала акваторию. Нет. Решение об использовании продовольствия в качестве оружия принимает Москва и только Москва. Не верите мне, поверьте Дмитрию Медведеву, заместителю председателя Совета безопасности России и бывшему президенту. Он недавно сказал, что сельскохозяйственная продукция России, это, цитирую, ее тихое оружие. Тем временем в четверг Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил новый пакет помощи Украине на рекордную сумму в 40 миллиардов долларов. Вашингтон изучает возможность отмены санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США. Предполагается, что в случае согласия белорусской стороны зерно будет доставляться по железной дороге из Украины в литовский порт Клайпеда. Взамен, пишет издание, американские чиновники могут на полгода отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности. Ранее генсек ООН Антонио Гутерриш на фоне назревающего глобального продовольственного кризиса призвал вернуть на рынки продукты питания и удобрения, производимые Украиной, Россией и Белоруссией, подчеркнув, что иного эффективного решения нет. На жестких санкциях против Лукашенко настаивает белорусская оппозиция. Наш план – максимально истощить режим признанием политической и экономической изоляции. А с другой стороны – поддержать белорусский народ. СМИ, гражданское общество, организации инициативы, которые борются с режимом. Наша цель – заставить Лукашенко прекратить насилие в нашей стране, освободить всех политзаключенных и начать диалог с белорусским народом, а не со странами Запада. Беларусь-калий был внесен Вашингтоном в санкционный список в прошлом году за спровоцированный Минском миграционный кризис и подавление оппозиции. Эксперты полагают, что белорусского железнодорожного маршрута для зерна будет недостаточно. Он сможет обеспечить лишь 10% довоенного уровня экспорта. Космический корабль «Старлайнер» компании «Боинг» стартовал к Международной космической станции на ракете-носителе «Атлас-5» с космодрома на мысе Канаверал. На его борту около 360 килограммов груза. Это уже третья попытка аэрокосмического гиганта произвести успешную стыковку с МКС. Первая из них была предпринята в 2019 году и закончилась неудачей из-за ошибок в программном обеспечении. Вторая планировалась еще в августе прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта запуск «Старлайнера» был отменен. НАСА хочет сертифицировать «Старлайнер» в качестве второго корабля для доставки астронавтов на космическую станцию, роль которой уже готовы выполнять SpaceX Илона Маска после успешной тестовой миссии капсулы «Дрэгон» в 2020 году. Во Франции в возрасте 79 лет скончался всемирно известный греческий композитор, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки Вангелис Папатанасио. Он написал саундтреки ко множеству фильмов, среди которых «Бегущий по лезвию», «Александр», «Призрак», «Оперы», «Огненные колесницы». За музыку к этой спортивной драме, вышедшей в 1981 году, Вангелису достоился премии «Оскар». Тема из этой картины возглавляла все самые престижные хит-парады США. Кроме того, композитор работал над созданием академической, симфонической и хоральной музыки. В 2002 году Вангелис стал автором гимна чемпионата мира по футболу в Японии и Южной Корее. Последний его студийный альбом вышел в 2021 году и назывался «Юнона к Юпитеру». В Каннах чествовали Фореста Уитакера. Американский актер и режиссер получил почетную пальмовую ветвь фестиваля за вклад в кинематограф. Не только за внушительную творческую карьеру, но и как активный борец за мир. На красной дорожке его сопровождала съемочная группа документального фильма «Во имя мира», работа на котором длилась более шести лет. Лента, продюсером которой и стал Уитакер, рассказывает о последствиях гражданской войны в Южном Судане, в результате которой с 2013 года погибло 400 тысяч человек. Картина рассказывает о том, что в стране, потрясенной убийствами и грабежами, молодые люди борются за мир и лучшее будущее. Своеобразная попытка показать Южный Судан через призму человечности. Французская продюсерская компания Air 2 отвечала за производство неигрового фильма, а дуэт упрямых и преданных своему делу режиссеров взял на себя съемочный процесс и монтаж. Форест попросил показать что-то позитивное, да и просто обратить внимание на народ Южного Судана, который ежедневно борется за мир. Интерес этого фильма в том, чтобы пролить свет на происходящее в Южном Судане. В этой картине мы показываем лица живущих там людей, объясняем их ситуацию, которая довольно ужасна. Но при этом не говоря слишком много о политике, не усложняя. Мы делаем портреты, чтобы зрители могли оказаться внутри и понять, как эти люди выживают. Фильм рассказывает о конфликте между двумя деревнями в одной долине. Их жители убивают друг друга из-за постоянных краж скота. Молодая женщина при поддержке неправительственной гуманитарной организации Уитакера постепенно помогает двум деревням наладить общение и найти выход из сложившейся ситуации. В любом случае, Южный Судан очень молодая страна, как и многие африканские страны. Если она выкарабкается, и я надеюсь, что это произойдет, потому что это замечательная страна, то это будет благодаря ее молодости. И два наших главных героя в фильме «Гаджанг и Наденге» – молодые люди. Гаджангу угрожает смертью из-за его этнического происхождения. В лагере беженцев он находит смысл своей жизни, став футбольным судьей.